Бسم الله, الحمد لله, السلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وعلى مباد Следующая глава в Китабу Тухид Говорит Шейханнадзе رحمه الله Бабу من سبب الدهر فقد آذى الله Глава о том, кто ругает время Тот, кто ругает время, тот наносит обиду Всевышнему Аллаху سبحانه وتعالى وقول الله تعالى и слова Всевышнего وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا И они сказали, нет ничего кроме нашей ближней жизни نموتوا نحيا Мы умираем и мы живем وما يهليكنا إلا الدهر И не губит нас ничего кроме времени وما لهم بذلك من علم И говорит Всевышний Аллах Нет у них об этом никакого знания إنهم إلا يزنون Они всего лишь предполагают وفي السحيحة نبيه الرئيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال И приходят в достоверном сборнике от Абу الرئيرة رضي الله عنه О том, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал قال الله تعالى Сказал Всевышний Аллах يوزين ابن آدم Наносит мне обиду сын Адама يسوبب الدهر Он ругает время وأن الدهر А я и есть время بياد الامر وقالب الليل والنهار В моих руках дело Я переворачиваю день и ночь وفيريوая А в одном из реваятов этого хадиса لا تسوبب الدهر Не ругайте время فإن الله هو الدهر Потому что Аллах Он и есть время Вот эти контексты которые привел шейханнажди касательно нашей главы который говорится о том что запрещено человеку ругать время И относительно этого есть فصيل Когда это является неверием Когда это является грехом Все это придет при разборе этой главы иншاء الله Говорит шейх Абдурахман Ибн Хасан Рахима Аллах قال العимад Ибн Касир في تفسيره Говорит Ибн Касир в своем تفسире то есть при разъяснении аятов которые привел шейханнажди 24 аят из сура Аль-Джасия Говорит Югберу Та'але عن دهريят Аль-Кухар Сообщает Всевышний Аллах о неверующих которые называются Духрия Духрия это такие люди или такая группа людей которые утверждают что нет судного дня и эта вселенная а слово Дагар Дагар это время или эпоха то есть они говорят что эта жизнь будет вечно и никогда не завершится более того некоторые из них говорят о том что эта вселенная живет 36 тысяч лет и затем все возвращается на круги своя и начинается заново об этом шейх шейх Абдурахман Ибн Хасан далее приведет слова Ибн Касира Говорит Югберу Та'але андугрият Аль-Кухар сообщает Всевышний Аллах в этом аяте о тех неверующих которые являются Духрия то есть которые не верят в окончание этого света Говорит И о тех которые согласны с этими неверующими из многобожников арабов которые утверждают или отрицают точнее наличие судного дня Они говорят нет ничего кроме этой нашей ближней жизни в ней мы умираем и в ней мы живем Говорят они говорят нет больше ничего кроме этой ближней жизни одни люди в ней умирают а другие живут то есть говорят сменяются одни поколения за другим и так и продолжаются без начала и без конца и нет говорит не возвращение имеется ввиду нет судного дня и такое же убеждение носят в себе многобожники арабы которые отрицают наличие судного дня и эти же убеждения придерживаются философы которые носят название ИЛЯГИЮН что значит АЛЬФАЛЯСИФА АЛЬИЛЯГИЮН философы то есть бывают различных видов то есть те из них которые относятся к религии и обсуждают религиозные вопросы обсуждают вопросы о божестве есть ли начало этой вселенной есть ли у нее конец будет ли судный день и тому подобное такие философы относятся к разряду ИЛЯГИЮН то есть которая обсуждает вопросы божественности есть философы которые этих вопросов не обсуждают и к ним не приближаются они не называются ИЛЯГИЮН в них свои перечни вопросов которые они обсуждают и которые они затрагивают так вот СаляСиф АЛЬИЛЯГИЮН то есть философы которые разбирают божественные вопросы тоже имеют это убеждение что эта вселенная не имеет ни начала ни конца и то что не будет судного дня и люди продолжают жить в ней а некоторые умирают в ней Они отрицают начало и отрицают возвращение. Этого же убеждения придерживаются другие философы, которые называются тоже Дугрия или Дагрия, то есть от слова Дагр, которые говорят о вечности этой вселенной, от Даурия, от слова Даур, то есть круг. Что значит Дагрия? Они отрицают Творца. Они имеют убеждение, что каждые 36 тысяч лет эта вселенная возвращается на то, с чего она началась. При этом они утверждают, что такой круговорот уже произошел столько количества раз, сколько не имеет счета. То есть вот эти 36 тысяч лет, замена каждой 36 тысяч лет новой вселенной, говорят, это уже произошло столько раз, что у него нет конца. То есть невозможно посчитать, сколько раз уже это произошло. И этим своим утверждением они, то есть явно отрицают то, что подлежит разуму, и объявили ложью Манкуль, то есть контекста Кур'ана и Сунны. Значит они в своих этих убеждениях сопротивляются как выводам разума, так и выводам, которые берутся из контекста Шариата Кур'ана и Сунны. Поэтому они сказали, не губит нас ничего, кроме времени. И тогда Всевышний сказал, нет у них относительно этого знания. Они всего лишь предполагают. То есть не могут доказать свои убеждения. Имеют убеждения, но если спросят, что у них довод на эти убеждения, нет у них на это довода. И нет у них на это знания, и нет у них в этом убежденности. Но всего лишь предполагают и гадают. И этого хамуна, то есть предполагают, живут в хаялях, в представлениях и в изображениях, которые у них в их сердцах. Вот этот вот аят ясен или нет? Что он означает? То есть под этот аят подпадают сразу несколько групп людей. Во-первых, Дугурия, куфар, неверующий, который имеет такое убеждение. Во-вторых, мушрики, которые были во времена арабов. В-третьих, некоторые из видов философов. Некоторые из них называются Аль-Фалясиха Али-Лягийон. Некоторые называются Аль-Фалясиха Аль-Дугрия Аль-Дурия. Все они подпадают под этот аят и имеют убеждение, о котором сказано в этом аяте. И Всевышний Аллах спонталя, опровергая их, бросил им вызов. И сказал, Нет у них относительно этого знания, они лишь предполагают. То есть, если вы действительно правы в своем убеждении, то докажите это убеждение, если вы правдивы. Но нет у них на это доказательств. И как может человек доказать, что эта вселенная каждые 36 тысяч лет меняется, и это произошло уже не считанное количество раз. Все этого доказать невозможно. Что говорит касается хадиса, который приводится в двух достоверных сборниках, имеется ввиду у Бухари и Муслима, а также у Абу-Дауда и Анна-Саи, Минривая и Суфьяна и Бну-Уйина. По дороге от Суфьяна и Бну-Уйины, от Аз-Зухри, от Саида и Бну-Мусайеба, от Абу-Гуриры, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху али-вуссаляма, сказал, Якуль Аллаху Та'ала, говорит Всевышний Аллах, Юзинь и Бну-Адам, наносит мне обиду сын Адама, Ясуббуд-Дагара, потому что он ругает время. У Анна-Дагар, а я и есть время. Что значит, я и есть время? Биядель Амр, то есть в моих руках, дело, Я переворачиваю день и ночь. В Афиривая, и в одном из реваятов этого хадиса пришло, Не ругайте время, Потому что Аллах и есть время. Этот хадис приходит у имама-муслима. В Афиривая, а в одном из реваятов, Пусть не говорит сын Адама о горе времени. Потому что я и есть время. Я посылаю ночь и день, А когда я пожелаю этого, я удержу их у себя. То есть Всевышний Аллах, Тот, который меняет ночь на день и день на ночь. И именно он посылает людям ночь, Для того, чтобы они могли отдохнуть. И именно он посылает людям день, Для того, чтобы они могли жить, И зарабатывать себе на жизнь, И продлевать свое место пребывания в этой жизни. И ночь и день, это те времена, В которые человек поклоняется Всевышнему Аллаху, И выполняет ту цель жизни, для которой он создан. И говорит Всевышний, А когда я пожелаю этого, Я удержу у тебя день и ночь, И больше не пошлю их. И в этом милость Всевышнего Аллаху, Что он заменяет ночь и день. Если человек представит, Что будет постоянная ночь без дня, Это приведет к разрушению этой вселенной, И приведет к разрушению жизнедеятельности людей. То же самое, если будет только день, И не будет ночи. Если над этим поразмышлять, То человек придет к выводам, Что эта вселенная придет к разрушению их гибели. Говорит, этот третий реваят, Также приходит у имама Муслима, И у имама Ахмада. Царльфи Шархасунна. Сказал автор книги Шархасунна. Автор книги Шархасунна кто? Имам Ахмад? Нет. Бар-бахари. Автор книги Шархасунна. Но еще есть другая книга Шархасунна. Это не анализ имеется. Шархасунна автор имама Ахмада. Себя запишите. Родился в 436 году, Скончался в 516. 436. Эта книга Шархасунна приходит в 16 томах. 16 томах, 16 том содержание книги, то есть 15 томов разбор хадисов и 16 том содержание, издательство Аль-Мактаб Аль-Ислами, Аль-Мактаб Аль-Ислами. Так вот, говорит имам Аль-Багави в своей книге Шархус-Сунна, хадисун мутафакун аля сухати, этот хадис привели Бухари и Муслим от одного и того же сподвижника. Ахража у Минтарих Маммар, оба, то есть и Бухари и Муслим привели этот хадис по дороге от Маммара с различными дорогами до Абу-Хуреры. Так что он сказал, то есть говорит имам Аль-Багави, разъясняя этот хадис. Смысл этого хадиса в том, что привычкой арабов и их обычаем было ругание времени. То есть они ругали время, если происходило с ними что-то тяжелое, как например засуха, или война, или потоп и тому подобное. Потому что именно ко времени они приписывали то, что постигало их из горести и из бед. И они говорили, Их постигли удары судьбы, или удары, или бедствия судьбы. Или говорили, И говорит, автоматически получается, что если они ругают время, в котором у них происходят вот эти бедствия и удары, автоматически получается, что этим самым они ругают того, кто сотворил это время. То есть Всевышнего Аллаха. И итог их ругания возвращался к тому, ко Всевышнему Аллаху сп. Потому что именно Всевышний Аллах в действительности творит те деяния, которые происходят с ними. Поэтому мусульманам было запрещено ругать время. Закончили слова имама Аль-Багави, которые привели или были приведены в сокращенном виде. Говорит, и этот же самый хадис привел из Нужерир с очень странным словом по этому же Иснаду. Он сказал, Во времена Джагилии, то есть до ислама, люди говорили, Нас губит лишь ночь и день. То есть нас губит только время. Именно время умерщвляет нас и оживляет нас. И при этом, если случается с ними что-то дурное, они начинают ругать время. И тогда Всевышний сказал, Говорит шахмам Тизам, этот последний афар привел Ибн Джарир в своем Тавсире, а также Ибн Абихатим, по дороге от Суфьяна и Ибн Абихатим, тоже по дороге Ибн Абихатим, от Зухри, от Саиды и Ибн Мусейба, от Абу Гурейра. Но добавку, которая есть в этом хадисе, у Аль-Хакима приходит указание, что это не слова пророка, а слова самого Суфьяна и Ибн Абихатимы. То есть о том, что люди во времена Джагилии говорили так-то и так-то, это слова кого? Ибн Абихатимы. Значит, что это получается за хадис? Как его вид называется из Муссалиха в хадис? На, мудрость. То есть в него введены слова передатчика, и люди думают, что это слова пророка, саллаллаху али вассалям. То есть, чтение аята и разъяснение хадиса, это слова Ибн Абихатимы. А сам хадис, это слова пророка, саллаллаху али вассалям. Поэтому то, как этот асар привод Аль-Хаким, указывает на то, что чтение аята, а также разъяснение этого хадиса, это все слова Суфьяна Ибн Абихатимы. Поэтому Ибн Акафир в своем Татсире указал на слабость этого сообщения. Это сообщение очень странное. Поэтому более правильно, что этот хадис мудроч. То есть, в нем слова Ибн Абихатимы, а не слова пророка, саллаллаху али вассалям. Дальше шейх Маммад Хизам разъясняет вопрос ругания времени. Говорит, уанизбату ла фааль и ла дагр ла таджуз. Во-первых, что нам нужно усвоить с этой главы? То, что приписывание каких-либо действий ко времени запрещается. То есть, неправильно говорить, судьба постигла меня тем-то, судьба смилостивилась надо мной, судьба нанесла мне удары и тому подобные фразы. Все это запрещено. Так как судьба это и есть время. То есть, то время, те ночи и дни, в которых человек проживает эту ближнюю жизнь. И эти ночи и дни созданы Всевышним Аллахом. И все, что в них происходит, также создано Всевышним Аллахом. Поэтому эти действия запрещаются приписывать ко времени. Говорит, уахи ахида аль-джагилиин, кама фиаза аль-хадис. И это убеждение людей-джагилии, как об этом говорится в нашем хадисе. То есть, убеждение людей-джагилии, которые приписывают действия, и которые происходят в их жизни, ко времени. То, что заключается в их словах, нас лишь губит ночь и день. И это убеждение неверия. То есть, тот, который считает, что время действительно чем-то управляет, и что-то создает, и наносит вред или пользу, то этот человек является неверующим, не является мусульманином. Это потому, что тот, кто все это создает в действительности, является Всевышний Аллах. А что касается ругания времени, значит, во-первых, мы разобрали, какой вопрос, можно ли приписывать действия ко времени. Указали, что это запрещено. Теперь другой вопрос. А можно ли ругать время? Беду надо ли, атикат? Без этого убеждения. То есть, человек понимает, что время ничего не делает. Но просто, что на языке у него эти фразы постоянно. Ударила меня судьба, да будет проклят тот день, и тому подобные фразы. Говорит, Это считается одним из больших грехов. То есть, смотри, если человек считает, что время управляет, или делает, или действует, или бредит, или наносит пользу, то этот человек кафир большим не верит. Если человек такого убеждения не имеет, но знает, что творит все один Всевышний Аллах, тогда, и при этом ругает время, то это является одним из больших грехов. И это считается за слабость веры в предопределение. То есть, указывает на то, что у человека слабая вера в предопределение Всевышнего Аллаха. А также это один из видов проявлений гнева на Всевышнего Аллаха за его предопределение. То есть, когда человек проявляет тасаххут и табаджур, начинает гневаться, начинает что делать? Ругаться. Что произошло в этой жизни именно так? Почему я бедный? Почему я некрасивый? Почему у меня много детей, которые все кушать просят, все сопливые? Или наоборот, почему у меня ни одного ребенка нет? Почему люди нормально умирают 60 лет, а я в 90 до сих пор не умер, и мучаю всех, и сам мучаюсь? И тому подобные фразы. То есть, что делает? Проявляет свой гнев относительно предопределения Всевышнего Аллаха. Теперь другой вопрос. А что касается человека, который описывает ночи и дни, либо холодом, либо жарой, аушадида, или тяжестью? То это не входит под большой грех. То есть, если человек, например, проживает зимний период, и наступил сильный мороз, 40 градусов мороза, 30 градусов мороза, и ощущает холод и неприятность от этого, и сообщает своему другу или своему родственнику, и говорит, сегодня холодный день, или какой же сегодня жаркий день, наоборот. Это не является проявлением гнева. То есть, он просто что делает? Сообщает. Просто сообщает. Говорит. Теперь следующий вопрос. Что касается слов в этом хадисе, а я и есть время, эта фраза разъясняется другой фразой. В моих руках дело. Я переворачиваю ночь и день. Значит, смысл фразы «я и есть время» То есть, я творец времени. И именно я управляю этим временем. И я предопределяю в этом времени различные дела. Поэтому тот, который ругает время, это возвращается к тому, что у него слабая вера во что в предопределении. Поэтому возвращение этого ругания в итоге на Всевышнего Аллаха. Это ясно или нет? Значит, неправильно говорить, что Всевышний Аллах, это и есть время. В каком смысле? То есть, как некоторые люди имеют убеждение и говорят, божество это время. То есть, то время, в котором мы живем, это и есть божество. Это неправильно. Когда Всевышний говорит «я и есть время», имеется в виду «я творец времени». Почему? Потому что далее Он сказал «я переворачиваю ночь и день». Теперь вопрос. Ночь и день это и есть время или нет? Ночь и день это и есть время. Всевышний здесь пояснил и сказал, что Он переворачивает ночь и день. А если бы Он сам был временем, получилось бы, что Он сам себя переворачивает. А раз это является абсурдом, исходя из этого, получается, что фраза «Анадагар» «я время» нужно понимать тем образом, как это поясняется в конце хадиса. Что значит «я время»? То есть, я переворачиваю ночь и день, и я управляю этим временем, и все, что происходит в этом времени, от меня. То есть, согласно моему творению. Значит, в этом небольшом абзаце разобрали сразу несколько вопросов. Во-первых, приписывание чего-либо ко времени. Во-вторых, ругание времени, даже если человек не имеет убеждения неверия. В-третьих, описывание ночей или дней тем, что они жаркие или тяжелые, или то, что этот год выдался тяжелым, или выдался засушливым, или, наоборот, выдался плодородным и тому подобное. Все это не является чем? Не является грехом и не относится к этому. Говорит дальше шейх Абдурахман ибн Хасан, «Ваказарава ибн Абихатим, анахмад ибн Мансур». И таким же образом этот Асар передает ибн Абихатим от Ахмада ибн Мансура, от Сурейджа ибн Ан-Нурмана, от ибн Уйейны, подобно этому. Сумарава ан-Юнус. Затем передает от Юнуса, имеется в виду Юнус ибн Язид, аль-Эйли. От ибн Уахба, имеется в виду Абдуллах ибн Уахб. Анис-Зухри. От Зухри. Здесь вы можете подписать, что в некоторых рукописях приходит. Анис-Ибн Уахб, анис-Юнус, анис-Зухри. Вот так приходит. Можете у себя подписать и знать немножко другое. Аниби Саляма, аниби Урейра. Самиету Расулу Аллаха, салаллаху алисаляма, якуль. Я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алисаляма, сказал. Якуль уллах, ясуб бубн Адам ад-Дагара. Говорит Всевышний Аллах, сын человека, или сын человеческий, ругает время. У Ана ад-Дагар, ая и есть время. Биядил лейль, он нагар. Моих руках ночь и день. Ахраджи у сахиба ас-сахих. Этот хадис приводится у Бухари и Муслима, у Насаи, а также у Насаи, со слов Юнуса ибн Язида, Аль-Айли. Говорит шейх Маммад Изам, да, действительно, этот хадис приходит у Бухари и Муслима, а также у Насаи. Вакали Мухаммад ибн Исхак, и сказал Мухаммад ибн Исхак. Кто такой Мухаммад ибн Исхак? Автор сиры. Сказал, от Аля ибн Абдул-Рахмана, от его отца. От Абу-Хуриры, а на Расулу Аллаха, салаллаху алисаляма, то, что пророк, салаллаху алисаляма, сказал, Якуль Аллах, аз-зау-джалль, говорит Всевышний Аллах, Я просил у моего раба в долг, а он не дал мне. И ругал меня мой раб, говорил, И говорил, о горе этого времени, а я и есть время. Этот хадис, последний, приводится у Имама Ахмада, также у Ибн Хузаимы, у Абу-Яля, у Бухари, в книге Халкаф, Аль-Уль-Ибад, у Атфабари. Все они по дороге от Мухаммада ибн Исхака. И этот иснад является слабым, потому что Мухаммад ибн Исхак является мудаллицем, и не заявил, что он слышал этот хадис от своего шейха напрямую. Но вместе с этим в другом иснаде есть поддержка Мухаммаду ибн Исхаку. Его поддержал Ибрагим ибн Тахман. А также Ибн Абихазим, у Ибн Абихазима в его книге Ас-Сунна. Но поддержка приходит только на последнюю фразу этого хадиса. Вот на это предложение. И также за последнюю фразу этого хадиса свидетельствует хадис Абихазима, который у нас в главе. Значит, хадис Мухаммада ибн Исхака, где говорится, Я попросил у своего раба в долг, и он мне не дал. Вот эта вот фраза в хадисе является слабой. В ней Мухаммад ибн Исхак, и никто его не поддержал. А что касается последней половинки хадиса, То вот эта последняя часть является достоверной. И есть поддержка Мухаммада ибн Исхака сразу двумя людьми. Сказал имам Шафи'и, а также другие имамы. Итавсир Каулии разъясняет слова, Не ругайте время, ведь Аллах и есть время. Говорят, Арабы во времена джагилии, если их постигало что-либо тяжелое, Или какое-то горе, или какая-то тяжесть, Они говорили о горестное время, или о горе этого времени. И начинали приписывать все эти деяния ко времени, И начинали ругать его. Но необходимо отметить, что тот, кто творит все это, Это лишь один Аллах. И получалось так, что они ругали Всевышнего Аллаха. Потому что именно он все это творит. Поэтому было запрещено с этой стороны ругать время. Потому что они имеют в виду Всевышнего Аллаха, И именно к нему приписывают эти действия. Это лучше, чем можно разъяснить этот хадис. И это имеется в виду под ним. Здесь Шейх Маумат Кизам в сноске приводит слова Ибн-Ул-Каима Относительно этого хадиса, и относительно этого вопроса. Калий Ибн-Ул-Каим говорит Ибн-Ул-Каим, Как об этом приходит в книге Зад-Уль-Маад, Второй том, 354-355. Когда человек ругает время, В этом есть три великих дурных последствия. Ихда, первое последствие. Это то, что человек ругает того, Кто не заслуживает того, чтобы его ругали. То есть смотри, он ругает время, А время не заслуживает того, чтобы его ругали. Потому что время сотворено Аллахом, И в нем происходит лишь то, что пожелает Аллах. Поэтому, если ты ругаешь какой-то объект, Который не заслуживает ругания, Это и есть дурное последствие твоего действия. Говорит Потому что время это лишь творение, Которое подчинено Всевышним Аллахом. Это время подчиняется приказам Всевышнего И униженно подчиняется Всевышнему. Поэтому тот, кто ругает время, Сам заслуживает того, чтобы его порицали и ругали. Это первое дурное последствие. Значит, такое? Тот, кто ругает время, Совершает этим грех, Потому что он ругает того, Кто не заслуживает, чтобы его ругали. И это является чем? Зульмом, несправедливостью. Потому что тот, который ругает того, Кто не заслуживает ругать, Совершает зульм. И наоборот, тот, кто хвалит того, Кто не заслуживает похвалы, Тоже совершает зульм. А сани, второе дурное последствие, то что ругание этого времени содержит в себе проявление многобожие. Потому что человек зачем ругает время? Потому что думает, что это время способно приносить пользу и вред. И дает тому, кто не заслуживает, чтобы ему давали. То есть человек имеет такое убеждение, что это время приносит пользу и вред. И при этом приносит пользу и вред не к месту. Мне должен принести пользу, субханаллах, мне приносит вред. А этому должен принести вред, ему приносит пользу. То есть человек имеет убеждение, что это время несправедливо. Говорит, и человек считает, что это время возвышает того, кто не заслуживает возвышения, и не дает, как бы наоборот, унижает того, кто не заслуживает униженности. Поэтому это время у людей считается самым большим несправедливым объектом. И на самом деле эти люди сами являются несправедливыми, и много у них стихотворений, в которых они ругают это время. И многие невежды в своих стихотворениях явно проклинают время и явно его порочат. Это второе. Значит, второе дурное последствие какое? Что ругание времени заключает в себе проявление многобожие. Это, иншаллах, понятно. А остается и третье дурное последствие. То, что тот, кто ругает время, в действительности ругает того, кто его сотворил. То есть Всевышнего Аллаха. И если бы истина последовала за их убеждениями и за их делами, то пришли бы в расстройство небеса и земля. Если, говорит, происходит в этой жизни то, что соответствует их страстям, они начинают что делать? Восхвалять время и начинают его восхлавлять. А в действительности они должны восхлавлять и восхвалять кого? Всевышнего Аллаха, а не это время. Потому что именно он дает или запрещает. Аль-Хафи, дур-Рафи, именно он унижает или возвышает. Валь-Муиззу, валь-Музиль, именно он возвеличивает или приносит унижение. А что касается времени, то нет в его руках ничего. Поэтому если они ругают время, автоматически получается, что они ругают Всевышнего Аллаха. Поэтому это является тем, что наносит обиду Всевышнего Аллаха. Это не означает, когда мы говорим наносит обиду, или Всевышний говорит, наносит мне обиду сын Адама, что Всевышний Аллах получает от этого вред или обижается и тому подобное. Имеется ввиду, что человек этими своими словами произносит слова обиды. Но его зло и его благо не постигают Всевышнего Аллаха. Это ясно или нет? Это понятно. Как приходит у Бухарии мусульман со слова Бухриры, говорит Всевышний Аллах, наносит мне обиду сын Адама, ругает время, а я и есть время. Поэтому тот, кто ругает время, находится между двумя вещами. Нет тут третьего. Либо он имеет ввиду Аллаха и ругает этим самым Аллаха. Либо имеет ввиду время и ругает время, считая, что оно приносит пользу или вред. Этим совершает многобожие. Значит, он между двумя дурными делами. А это либо многобожие, либо ругание и порочение Всевышнего Аллаха. Говорит, Потому что если он считает, что это время, что-то творит вместе с Аллахом, то он многобожник. А если он считает, что Аллах один, тот, кто творит все эти деяния, и вместе с этим ругает время, получается, что он ругает Всевышнего Аллаха. Значит, в этих словах Ибн-Ул-Каима две большие пользы. Во-первых, три дурных последствия от этого деяния, которые мы разобрали. И во-вторых, то, что человек, который совершает это деяние, находится между двумя вещами. Нет у этого третьего. Говорит, даже шейх Абдурахман Ибн-Ухасан, И ошибся Ибн-Ухазан, а также те, которые пошли по его дороге. Из Захиритов. Которые указали на то, что слово Ад-Ухазан является прекрасным именем Всевышнего Аллаха. Опираясь на этот хадис. Но мы уже разъяснили смысл этого хадиса в словах Я переворачиваю ночь и день. И переворачивание дня и ночи. То есть, Всевышний Аллах управляет ночью и днем. И творит в этих ночах и днях то, что любят люди и то, что они не любят. И в этом хадисе есть добавка, Которую не упомянул шейх Абн-Нажди, а это слова в моих руках дела. Слова в этом хадисе Не ругайте время, поясни Аллах, и есть время. Это то, что в хадисе пришло явно. То есть, все, что происходит в этом времени из добра и зла, Все это по воле Всевышнего Аллаха и по его управлению. Исходя из его знания и исходя из его мудрости. И никто не является сотоварищем в управлении временем вместе со Всевышним Аллахом. То, что Всевышний пожелает, случается, а то, что он не желает, не случается. Поэтому, в любом случае, необходимо восхвалять Всевышнего Аллаха, как за дурное, так и за благое. И хорошо думать о Всевышнем Аллахе. И необходимо возвращаться ко Всевышнему Аллаху с покаянием и с возвращением. То есть, в этом аяте явное заявление от Всевышнего Аллаха, что Всевышний посылает человеку благо и посылает ему дурное. И оба этих посылания для чего? Для того, чтобы человек вернулся ко Всевышнему Аллаху и раскаялся перед ним и отступил от своих грехов, и отступил от своего дурного пути. Вакаля также сказал, И мы испытываем вас злом и добром, как испытание. И к нам вы все вернетесь. В этом указание на ошибку некоторых людей, которые думают, что только дурное является испытанием от Аллаха. На самом деле, Всевышний Аллах испытывает как дурным, так и благим. И говорит, приписывание действий ко времени и ругание времени много встречается в различных стихах, особенно в стихах Аль-Муалладин. Кто такие Аль-Муалладин? Муаллад это поэт, который жил в поздние времена, то есть ближе к нам. Те, которые жили во времена Джагилии, не называются Муаллад. Муаллад, то есть поздние поэты. Каибн-Муатаз, как например Ибн-Муатаз, или Аль-Мутанабби и другие. И не являются руганием времени, описывание годов тем, что они являются тяжелыми. Когда говорят, этот год случился тяжелым или получился тяжелым, это не относится к руганию времени. Это, иншаллах, понятно. И после этого придут к вам семь тяжелых лет. Помните из суры Юсуф, когда пророк Юсуф, алейсалям, растолковывал или истолковывал сон правителя. То есть в этом аяте указание на то, что Юсуф, алейсалям, описал эти годы тяжелыми годами. И это не является руганием времени. Это, иншаллах, ясно. Хадабаду Шуара сказали некоторые поэты. Инна лаяли миназзамани магулятун. Поясни, эти ночи из этого времени ужасные или пугающие. Тутуа ватуншару бейна аль-Амари. Между днями и ночами сворачиваются и разворачиваются судьбы. Тутуа, то есть сворачиваются. Туншар, то есть разворачиваются. Имеется в виду, что человек живет в этом времени, один живет, другой умирает. Третий рождается, третий, четвертый умирает. И в этих ночах и днях сворачиваются и разворачиваются амар, то есть умир, судьбы людей, жизни людей. Говорит, короткие ночи, если у человека есть какая-то скорбь или какие-то размышления, превращаются в длинные. А длинные ночи, если у человека нет дурных мыслей и нет у него каких-то бедствий, но наоборот он живет в спокойствии, они превращаются в короткие ночи. То есть он что хочет сказать? Говорит то, что ночь может быть длинной, но если человек спокойный, у него нет никаких бедствий, ему кажется, что эта ночь пролетела быстро. И наоборот, ночь может быть короткой, но когда у человека есть бедствие, есть какие-то мысли в голове, ему эта ночь кажется вечной, длинной, никак не заканчивающейся. Говорит, ваякулю аби Тамам, и говорит другой автор или поэт, который звали Абу Тамам, ауаму ослин, када юн саты буга, непрерывные годы, чуть было не забылось их благо. Викран науа, пакаанна айями. Я постоянно вспоминаю свою науа. Науа, то есть отдаленность от своей родины. То есть этот поэт пишет стихотворение, находясь далеко от родины. И говорит, благие ночи, я не помню уже их благо. Почему? Потому что в этих ночах я провел размышления о своей родине. А науа, это удаленность от родины. Факаанна айяму. Говорит, и эти ночи подобны дням. То есть как ночи, так и дни я постоянно провожу в этих размышлениях. Поэтому забываю благо этих дней и ночей. А затем, когда что, закончились эти дни расставания. То есть имеется ввиду, я о них начинаю забывать. Опять ко мне приходит или сопровождается это скорбью и печалью. Акабад, то есть сопроводилось. Айяму хаджрин, то есть дни расставания. Аса, то есть скорбь и печаль. Опять постигают меня скорбь и печаль. И эти дни и ночи превращаются в годы. То есть как будто бы я проживаю этот день настолько долго, и эту ночь так долго, как будто это целый год. Сумман кадат, телька сунуну ва ахлюха. А затем завершились эти годы. И те, кто жил в этих годах, факаанна га, вакаанна ум ахляму. И как будто бы эти годы, и как будто бы эти люди, всего лишь сновидения. То есть те годы, которые он прожил, остались как сновидения в его голове. Или как воображения в его голове. Которых на самом деле уже нет. Все это для чего привело эти стихи? То есть с них приходят ругания этих дней и этих ночей. То, что они слишком длинные или слишком короткие и тому подобное. И то, что время постигло его горем. Фии Масайль. Говорит шейх Аннэжди. В этой главе мы рассмотрели следующие вопросы. Аль-Уля. Первый вопрос. Ан-Нагью ан-Саббид-Дагр. Запрет ругания времени. А остальное. Второй вопрос. Тасмиятугу азан лилля. Называние этого ругания чем? Нанесением обиды Всевышнему Аллаху. Третий вопрос. Размышления над словами. Пояснял Аллах. И есть время. И их правильное понимание. И четвертый вопрос. То, что человек может быть порочи, чем Всевышнего Аллаха. Даже если не понимает этого своим сердцем. Субханак Аллаху. Бхамдик. Ашаду Аллаху. Астахару Аллаху. Говорит все эти деяния. И вместе с этим ругает время. Получается, что он ругает Всевышнего Аллаха. Значит, в этих словах Ибн-Ул-Каима две большие пользы. Во-первых, три дурных последствия от этого деяния, которые мы разобрали. И во-вторых, то, что человек, который совершает это деяние, находится между двумя вещами. Нет у этого третьего. Говорит даже шейх Абдурахман Ибн-Ул-Хасан. И ошибся Ибн-Ул-Хазан, а также те, которые пошли по его дороге. Мин-Аз-Загирия, фиад-дим Абдагр, мин-Ал-Асмайль-Хусна. Из Загиритов. Которые указали на то, что слово Абдагр является прекрасным именем Всевышнего Аллаха. Ахзан Мин-Газал-Хадис. Опираясь на этот хадис. Но мы уже разъяснили смысл этого хадиса в словах Укаллибу Лейлион-Нагар. Я переворачиваю ночь и день. И переворачивание дня и ночи. То есть Всевышний Аллах управляет ночью и днем. И творит в этих ночах и днях то, что любят люди и то, что они не любят. И в этом хадисе есть добавка, которую не упомянул шейх Абдагр, а это слова в моих руках дела. Слова в этом хадисе. Не ругайте время, поясни Аллах, и есть время. Это то, что в хадисе пришло явно. Я и есть время, переворачиваю ночь и день. То есть все, что происходит в этом времени из добра и зла, все это по воле Всевышнего Аллаха и по его управлению. Исходя из его знания и исходя из его мудрости. И никто не является сотоварищем в управлении временем вместе со Всевышним Аллахом. То, что Всевышний пожелает, случается, а то, что он не желает, не случается. Поэтому, в любом случае, необходимо восхвалять Всевышнего Аллаха, как за дурное, так и за благое. И хорошо думать о Всевышнем Аллахе. И необходимо возвращаться ко Всевышнему Аллаху с покаянием и с возвращением. Как сказал Всевышний. И мы испытали их благом и злом. Может быть, они вернутся. То есть в этом аяте явное заявление от Всевышнего Аллаха, что Всевышний посылает человеку благо и посылает ему дурное. И оба этих посылания для чего? Для того, чтобы человек вернулся ко Всевышнему Аллаху и раскаялся перед ним и отступил от своих грехов, и отступил от своего дурного пути. И мы испытываем вас злом и добром, как испытание. И к нам вы все вернетесь. В этом указание на ошибку некоторых людей, которые думают, что только дурное является испытанием от Аллаха. На самом деле, Всевышний Аллах испытывает как дурным, так и благим. И говорит, приписывание действий ко времени и ругание времени много встречается в различных стихах. Особенно в стихах Аль-Муалладдин. Кто такие Аль-Муалладдин? Муалладд это поэт, который жил в поздние времена, то есть ближе к нам. Те, которые жили во времена джагилии, не называются Муалладд. Муалладд, то есть поздние поэты. Каибн и Муатаз, как например Ибн и Муатаз, или Аль-Мутанабби и другие. И не является руганием времени, описыванием годов тем, что они являются тяжелыми. Когда говорят, этот год случился тяжелым или получился тяжелым. Это не относится к руганию времени. Это, иншаллах, понятно. Таков ли это Аля, как сказал Всевышний, и после этого придут к вам семь тяжелых лет. Помните из суры Юсуф, когда пророк Юсуф, алейсалям, растолковывал или истолковывал сон правителя. То есть, в этом аяте указание на то, что Юсуф, алейсалям, описал эти годы тяжелыми годами. И это не является руганием времени. Это, иншаллах, ясно. Хадабаду Шуара, сказали некоторые поэты. Поясни эти ночи из этого времени ужасные или пугающие. Между днями и ночами сворачиваются и разворачиваются судьбы. Тутва, то есть сворачиваются. Туншар, то есть разворачиваются. Имеется в виду, что человек живет в этом времени. Один живет, другой умирает. Третий рождается, третий, четвертый умирает. И в этих ночах и днях сворачиваются и разворачиваются Амар. То есть румр, судьбы людей, жизни людей. Фатысару гунна ма аль гумуме тауилятун. Говорит, короткие ночи, если у человека есть какая-то скорбь или какие-то размышления, превращаются в длинные. Уатувальу гунна ма асуруре тысару. А длинные ночи, если у человека нет дурных мыслей и нет у него каких-то бедствий, но наоборот он живет в спокойствии, они превращаются в короткие ночи. То есть он что хочет сказать? Говорит то, что ночь может быть длинной, но если человек спокойный, у него нет никаких бедствий, ему кажется, что эта ночь пролетела быстро. И наоборот, ночь может быть короткой, но когда у человека есть бедствия, есть какие-то мысли в голове, ему эта ночь кажется вечной, длинной, никак не заканчивающейся. Говорит, и говорит другой автор или поэт, который звали Абу Тамам, непрерывные годы. Чуть было не забылось их благо. Я постоянно вспоминаю свою Нова. Нова, то есть отдаленность от своей родины. То есть этот поэт пишет стихотворение, находясь далеко от родины. И говорит, благие ночи, я не помню уже их благо. Почему? Потому что в этих ночах я провел размышления о своей родине. Аннова, это удаленность от родины. Фака Анна Айяму, говорит, и эти ночи подобны дням. То есть как ночи, так и дни я постоянно провожу в этих размышлениях. Поэтому забываю благо этих дней и ночей. А затем, когда что? Закончились эти дни расставания. То есть имеется ввиду, я о них начинаю забывать. Опять ко мне приходит или сопровождается это скорбью и печалью. Акабад, то есть сопроводилось. Айяму хаджрин, то есть дни расставания. Аса, то есть скорбь и печаль. Опять постигает меня скорбь и печаль. И эти дни и ночи превращаются в годы. То есть как будто бы я проживаю этот день настолько долго, и эту ночь так долго, как будто это целый год. Сумман калат, тилька сунуну ва ахлюха. А затем завершились эти годы. И те, кто жил в этих годах, фака Анна Айяму. И как будто бы эти годы, и как будто бы эти люди всего лишь сновидения. То есть те годы, которые он прожил, остались как сновидения в его голове. Или как воображения в его голове. Которых на самом деле уже нет. Все это для чего привело эти стихи? То есть с них приходят ругания этих дней и этих ночей. То, что они слишком длинные или слишком короткие и тому подобное. И то, что время подстигло его горем. Фии Масайль. Говорит шейх Аннажди. В этой главе мы рассмотрели следующие вопросы. Аль-Уля первый вопрос. Ан-Нагью ан-Саббид-Дагр. Запрет ругания времени. А остальное второй вопрос. Тасмия тагу азан лилля. Называние этого ругания чем? Нанесением обиды Всевышнему Аллаху. Третий вопрос. Размышления над словами пояснил Аллах и есть время. И их правильное понимание. И четвертый вопрос. То, что человек может быть порочи, чем Всевышний Аллах, даже если не понимает этого своим сердцем. Субханакаллаху, Абхамдик, Ашадуаллах, Иллана, Астахараллах, Атубиня. На хва аса факана аламу. Опять ко мне приходит, или сопровождается это, скорбью и печалью. Акабад, то есть сопроводилась. А я мухаджрин, то есть дни расставания. Аса, то есть скорбь и печаль. Опять постигает меня скорбь и печаль. И эти дни и ночи превращаются в годы. То есть как будто бы я проживаю этот день настолько долго, и эту ночь так долго, как будто это целый год. А затем завершились эти годы и те кто жил в этих годах И как будто бы эти годы и как будто бы эти люди всего лишь сновидения То есть те годы которые он прожил остались как сновидения в его голове Или как воображения в его голове которых на самом деле уже нет Все это для чего привел эти стихи То есть с них приходят ругания этих дней и этих ночей То что они слишком длинные или слишком короткие и тому подобное И то что время постигло его горем Говорит шейх Ан-Нажди в этой главе мы рассмотрели следующие вопросы Первый вопрос запрет ругания времени Второй вопрос название этого ругания чем нанесением обиды Всевышнему Аллаху Третий вопрос размышления над словами пояснил Аллах и есть время и их правильное понимание И четвертый вопрос То что человек может быть порочи чем Всевышний Аллах даже если не понимает этого своим сердцем Субханакаллаху мабихамдик ашаду Аллах и есть время и их правильное понимание И четвертый вопрос То что человек может быть порочи чем Всевышний Аллах даже если не понимает этого своим сердцем Субханакаллаху мабихамдик ашаду Аллахи ла хилланта астахиру Аллаху аатубина Субханакаллаху мабихамдик ашаду Аллахи ла хилланта астахиру Аллаху аатубина Спасибо большое Спасибо Спасибо Спасибо